Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые любители российского футбола, болельщики российских клубов, ну, наверное, в первую очередь, болельщики московского локомотива. Наши команды продолжают готовиться к возобновлению сезона, ну и, как правило, они готовятся в каких-нибудь странах, где погода более теплая, чем сейчас, например, в Москве. Ну и московский локомотив в Дубае на поле спортивного центра Джебель Али встречается с клубом Урарту из Армении, из Еревана. Мы сегодня внимательно понаблюдаем за локомотивом, ну и за Урарту, кстати, тоже. Мы, это Александр Григорян, человек, который работал и в российской лиге, и в армянском чемпионате, причем именно с Урарту, и я, Владимир Стогниенко. Александр Витальевич, вы сами чего вот сегодня ждете от этого? Вам на что интересно особенно посмотреть? Мне интересно, прежде всего, посмотреть на локомотив, потому что у локомотива прекрасный состав, отличный тренер, но очень сложное турнирное положение и сложный календарь. Урарту я неплохо знаю, эту команду, но я ожидал, ну не ожидал я, что такое количество, скажем так, основных игроков не примет участия, хотя это понятно. В этой игре ставка сделана на местных воспитанников Академии, которые сегодня, скажем, это уникальное явление, потому что команда идет на первом месте в чемпионате Армении, и вот сейчас мы в стартовом составе видим четыре игрока-выпускников Академии местной. Ну что ж, давайте тогда к составам играющих команд. Начнем с локомотива. Нам как раз показали, как Баринов, он сегодня капитан команды, обменялся о рукопожатием с Джерайром Маргаряном, у которого капитанская повязка в составе Урарту. Итак, стартовый состав локомотива. В воротах Илья Лантратов под 22-м номером, Станислав Макеев 4-й, Иван Кузьмичев 20-й, Найер Текнизян 71-й, прошу прощения, нет, Текнизян в запасе, Максим Ненахов 24-й, Дмитрий Баринов капитан команды 6-й, Франсуа Камано 25-й, Сергей Пеняев под 19-м номером, Константин Марадишвили 5-й номер, Антон Беранчук 11-й, Марио Митай 12-й и Данил Куликов 59-й номер. Вот такой сегодня состав московского локомотива. Ну и главный тренер этой команды Михаил Галактионов. Урарту тренирует тоже нам хорошо известный специалист Дмитрий Гунько. В воротах у команды Арсен Бегларян 24-й номер, Нана Антви 2-й, Эрик Пеляян 34-й, Арман Казарян 6-й, Джерайер Маргарян 88-й, Иву Угачукову 8-й, Маркос Жуниор 33-й, Сергей Макарчан 19-й, Олег Поляков номер 90, Максим Майрович 15-й номер и Нарик Григорян 21-й номер. Вот мы вам, собственно говоря, и представили стартовые составы. Александр Витальевич, он как человек профессиональный, сразу с составами ознакомился, стал приблизительной схемы чертить. Ну и как он вам уже объяснил, что в случае с Урарту надо по ходу разбираться, а что в случае с Локомотив? Вот как раз-таки то, что Урарту играет классический 4-3-3, я сразу как бы увидел, а вот Локомотив крайний матч на сборах, которые проиграли 1-0, они играли тоже 4-3-3 с высоким прессингом, и вот сейчас я вижу Баринова чисто в опорной зоне, Марадишвили и Миранчук 2-8, Комано центральный нападающий, Пеняев и Миранчук, Пеняев и Миранчук, крайние нападающие, видимо, будут меняться местами, а центр полузащиты Баринов, Марадишвили, Куликов. То есть мы видим команды, которые, скажем так, играют обе в классические 4-3-3. Что-то новое, если мы сейчас, во-первых, вам напоминаем, что 22 февраля Локомотив сыграет со Спартаком, не забывайте, и не забывайте, что билеты можно уже покупать, матч 22 февраля на официальном сайте Локомотива. Что-то сегодня такое, если при такой расстановке, на что в первую очередь следует обратить внимание? Ну, Володь, скорее всего, надо немножко еще чуть-чуть время мне дать, потому что я вижу, что вот сейчас вот в прессинге от ворот, от ворот у Рарту, я видел расстановку так называемой ромб, да, где Миранчук занимал позицию под двумя нападающими. То есть сейчас мы посмотрим, буквально через 2-3 минуты, возможно, Локомотив играет так называемый ромб 4-3-1-2. Но это тоже, я скажу, это тоже производная схема 4-3-3, но мы сейчас посмотрим. Что хочется увидеть? Ну, хочется увидеть, уже я вижу Локомотив очень интенсивный, очень быстрый, взрывающийся, но хочется увидеть, как на фоне такого темпа качество будет улучшаться у Локомотива, потому что, честно говоря, прошлый матч, оно хромало, качество взаимодействий в атаке. Встречались с чемпионом Малайзии, Дару Токзима, проиграли 0-1 футболисты Локомотива, но мы так составы сейчас не будем сравнивать, хотя они во многом похожи. Они похожи, по-моему, два изменения. Миранчук тогда Глушенков вышел? Да, Глушенков, а вместо Митая был Тикнезиан, наверное. Да, совершенно верно. Ну, нам еще картинку такую дают, как бы, нужно всю команду увидеть. Передача сейчас с левого фланга, это атаковали футболисты Урарту, и именно Маргарян выполнял передачу с левой ноги, вы услышали подсказку сзади Ваня, мяч выбили на головы. Ну, вот многие, как бы, отмечают, что Локомотиву не хватает такой ярко выраженной девятки, да, что Команов, ну, как бы, не совсем тянет на эту роль для больших задач. Но, на мой взгляд, я, честно говоря, пока не вижу какой-то такой сверхнадежности в центре обороны. Хотя у Локомотива есть на эту позицию люди, но пока, скажем, в исполнении Кузьмичева и Макеева не видно. Понятно, сборы, время еще есть, кто-то загруженный, кто-то сильно загруженный, но, тем не менее, надежности не видно. Нам еще раз показывают, как капитан Урарта выполнял передачу с левого фланга, ну, и здесь... Очень нацеленный на ворота Майрович. Кузьмичев успел все-таки. Да, Кузьмичев здесь здорово сыграл. Вот, он, как бы, опровергает. Такое впечатление, как будто бы на прямой связи находится. Умеем мы вдохновлять, да, ребят? Александр Витальевич, ну, а если в Урарту кто игрок-основы? Вот ключевые игроки у Урарту, которые вышли, обратите внимание, опорный полузащитник Иву, восьмой номер. Однозначно основным игроком можно одним ключевым считать джуниора, левая восьмерка, 33-й номер. Вот, ну, Маргарян, капитан команды, левый защитник. Да, он основной игрок, но сейчас купленный, наверное, во втором тайме выйдет Кориока, 35-й номер, тоже очень приличного уровня игрок. Вот, но остальные, как бы, постоянно подвергаются ротации. Нарек Григориан, правый нападающий, 21-й номер, но левша, тоже является, скажем так, игроком основного состава. То есть, ну, в принципе, Урарту вышел, ну, где-то с четырьмя игроками такой стабильной основы. Плюс нету вратаря основного Мелехова, который в аренде из Ахмата, если мне память не изменяет. Локомотив пытается прессинговать на чужой половине поля. Маргарян делает передачу вперед, ну и едва и да, получилось у Марадишвили. Отобрали мяч, и, мол, там, мяч еще и сохранили. Сейчас обе команды применяют прессинг во всех фазах игры, да? Нету позиционной игры, поэтому до сих пор, как бы, очень сложно структуру локомотива в атаке вычислить. Там, ну, поэтому мне хочется понять все-таки в атаке 4-3-3 или 4, скажем так, 3-1-2 с Миранчуком и двумя нападающими. Не дают команды времени. Мы видим, что ни одна команда в среднем блоке не владеет даже 3-4 секунд мячом. Александр Витальевич, а когда анализируешь игры команды на сборах, от фазы сбора зависит, ну, прежде всего, и тактическое построение тоже? Ну, то есть на первой фазе же одна физическая готовность? Нет, 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 нет. Ты сразу готовишь команду, какая разница, какая готовность, Володь? Здесь просто игровое время. Никто от одного тайма, скажем так, играя 45 минут, там, двумя составами 45 минут, ну, это доступно всем. Вот, поэтому, естественно, ты сразу начинаешь отрабатывать ту схему или те, там, две базовые схемы, в которые ты играешь. Тем временем мы видим, что Локомотив пытается включать прессинг на чужой половине поля. Хотя вот сейчас в отбор пошел Нинахов против него, кстати говоря, был Олег Поляков. Ну, вот, Володь, я что обратил внимание? Все-таки вот эта тройка центральных полузащитников, Баринов как опорник, и две восьмерки слева и справа, Куликов и Марадишвили, это постоянная тройка. А вот видишь, позиция, все-таки часто позицию десятки занимает именно Миранчук, а Пеняев и Камано как два нападающих. То есть пока я вижу, скажем так, вариант схемы 4-3-1-2, да, то есть все-таки два нападающих Камано и Пеняев, которые по эпизоду могут становиться крайними даже нападающими, а Миранчук центральным. Но в целом пока я вижу. А это говорит о чем? О том, что Локомотив продолжает поиск оптимальных вариантов, наигрывает их. И, наверное, такие поиски связаны с тем, что все-таки и Пеняев, и Глушенков, которые сейчас в запасе, да, все-таки это игроки, которые были приобретены в Локомотив все-таки как основные, да, игроки. Как вы, кстати, прогресс Пеняева оцениваете? Огромный прогресс. И, знаешь, я его вживую, когда увидел, одно дело по телевизору смотреть, а когда вживую увидишь, все-таки, ну, совсем другое. Ты понимаешь, насколько взрывной игрок, да, то есть даже не с чем сравнить в последние годы. Просто невероятный старт. Ну, видно, что еще навыки не все у него закреплены. Он же молодой парень. Они уже сформированы, но они не закреплены. Очень талантливый игрок. Мы увидели Дмитрия Ласькова, который сидит на боковой линии. Он, в общем-то, мало изменился с того времени, как играл. Казалось, только встать, и можно игру продолжить. И видим атаку Локомотива, которая сейчас слева сменилась на правый фланг, и снова с участием Мородишвили и участием Нинахова. Ну, вот я неспроста сказал, да, об этом, что вот я обратил внимание, что Локомотив пытается очень интенсивно прессинговать и вести игру, скажем, очень быстро строить атаки. Вот, да, времени сыграно только 10 минут, но хочется увидеть вот каких-то вот таких позиционных атак, доведенных до ума. Ну, в какой-то степени, наверное, вот эта атака, можно сказать, что она была, как бы, отражением вот какой-то идеи, да, ну, спокойствия. Потому что, ну, все время в высоком темпе играть можно, если ты качественно атакуешь. А если ты не добиваешься качества в атаке, тогда тебе что этот высокий темп дает? Вот, мы видим в очередной раз прессинг, и абсолютно вот эта вот структура, где три центральных полузащитника Локомотива, а над ними Миранчук и два нападающих, то есть выдавливают защитников соперника играть исключительно на фланге, где сразу закрываются. Тем временем атака Локомотива, но нет, Комано бежал вонсайт, да, поэтому. Увидели мы, по крайней мере, сейчас удар Куликова, ну, там, минут назад, когда еще Мурадишвили пытался ногу подставить. Ну, по крайней мере, до удар довели. Ну, вот у Рарту играют два воспитанника Академии, молодые парни, центральных защитников, это Пилаян и Казарян. Ребята способные, но, в принципе, для Комано, ну, как бы по силам продавить их, да, и оказать на них давление. Поэтому, я думаю, что за 45 минут, скажем так, он должен хотя бы создать 3-4 голевых момента. Мы не будем говорить пока о голах, да, но, тем более, обладая такими скоростными качествами, я думаю, это хороший индикатор. Вот сегодняшние ребята в центре обороны, у Рарту, это хороший индикатор для атаки, чтобы протестировать атаку Локомотива. Мы напоминаем, что еще один нападающий Локомотив, еще один футболист легионера Локомотив покинул, это Марко Роконьяц, черногорский нападающий, он уехал в Церенозвезду. Вчера, кстати, мы показывали матч Церенозвезда с Воеводиной, чемпионата Сербии, я его комментировал, но его не было в заявке. Но уже объявлено, что он уехал, чуть раньше уехали Керк Е2 и Педриньо, это если говорить о легионерах, но в любом случае состав примерно, не примерно, а в общем мы уже видим в этих отборочных матчах Локомотива. Ну вот, Александр Витальевич, а кроме девятки, все остальные позиции, вам кажется, у Локомотива нормально укомплектованы? Да, вот исходя из реальности. Да, я вот смотрю, что, ну как бы понимаю, что Глушенков, скорее всего, будет играть в основном составе. Ну, я так вижу как бы, вот. И мне кажется, что Локомотив все равно там внутри, они же понимают лучше, чем мы со стороны смотрим, да. Они понимают, что все-таки позиция центрального нападающего, это проблемная позиция. И ты играй хоть 4-3-1-2, хоть 4-2-2, хоть 4-3-3. Все равно нужна классическая девятка, которой я не вижу. Ну, а без ложная там девятка, сейчас модно всякие же построения, без центрального нападающего. Ты знаешь, в свое время ложную девятку на постоянной основе внедрил в Сити, ну, вначале в Барселоне, потом в Сити Гвардиола. И чем все закончилось? Ты же в курсе, что Холланда не хотел Гвардиола? Ну, ему шейхи сказали, слушай, мы с тобой заключим пожизненный контракт в Сити, но хватит нам ложных девяток. Давай чистокровную, пусть даже для тебя и бестолковую, но настоящую, топовую, лучшую девятку в мире. Вот, я так же отношусь к этому. Можно что угодно, как бы, ну, мне кажется, что вот даже ирония ложной девятки заключена в ее названии. Ложная. Да, есть исключения из правил. Тот же Агуэра, который у Гвардиолы был ложной девяткой. Есть исключения из правил. Но это единицы, это гениальные игры нападающие. Гениальные. Объединяющие в себя способность спуститься вниз, созидать. И в нужный момент неожиданно оказаться там между центральными защитниками, продавить эту зону. Но я все-таки, считая меня старомодным или каким угодно, я склонен играть с чистокровной девяткой. То есть Холланд, Ливандовский, эти футболисты вам очень близки? Да, хотя сегодня, например, вот в эфире я буду Ливандовского критиковать. Ну, как критиковать? Я буду показывать, допустим, матчи Барселона с Сивили. Я покажу, что сколько порит Ливандовский, опускаясь вниз и мешая таким образом в завершении и Педри, и Гави, и всей этой кампании. Но при этом, при этом человек все равно из двух-трех моментов один-два забивает. То есть, ну, потрясающий Галеодор, да? Потрясающий. Ну, он просто состоявшийся игрок. А тот же Холланд, у него же есть время, чтобы усвоить то, что нужно в Лардиоле. Матч Барселоны, Сивили, Мадридского Реала. Все это можно увидеть у нас в ОК. Мы пока продолжаем наблюдать за тем, что происходит в Дубае, где московский локомотив с Камано сегодня в роли центрального нападающего продолжает. Матч подготовительный, тренировочный, контрольный матч с Урарту. После 16 уже почти минут игры, некоторое преимущество локомотива есть. Небольшое. Локомотив довольно много прессинговал на чужой половине поля. Была одна атака, которая закончилась. Две атаки, которые закончились ударами. Но не более того. И было пару выпадов у Рарту. А вот я смотрю, что в аналогичной ситуации Лантратов выгоняет своих защитников и делает вынос от ворот. А Урарту на постоянной основе разыгрывают. А Арсен Беглорян, их вратарь, постоянно разыгрывает. И надо сказать, что в последние минуты Урарту достаточно качественно выходит из-под прессинга. Таким образом, за 16 минут мы увидели одну приличную атаку локомотива. Все остальное время он провел в прессинге. Это хорошо или плохо? Ну, для того, чтобы хорошо пропотеть, нагрузить ноги и осуществить большое количество отборов на чужой половине поля, но не создав ничего при этом, это хорошо. А в целом для футбола это глупо. Нерационально, неэффективно. Есть такая точка зрения, что матчи контрольные, товарищеские, они в первую очередь для тренеров. Поэтому болельщику, который, с одной стороны, интересно, но с другой стороны, футбол посмотреть, сел, смотреть непросто. Я думаю, что с годами я на практике свою эволюцию вижу. И даже вот эти матчи подготовительные, да, все равно их нужно, вот, ментальность, да, это тоже для болельщика. То есть матч проводишь так же, не для себя, не свои там только задачи решаешь. Великолепный момент у Пеняева, и все-таки провалилась вот эта зона Казаряна, да, молодые парни, центральные защитники провалились. Да, мы увидели, как Пеняев вывалился сейчас по правому флангу, и даже услышали крик, эмоциональный крик отчаяния откуда-то из середины поля. Не попал он в дальний угол. Но там, кстати, до этого был момент, когда три в одного вывалились футболисту Урарту. Три в одного, совершенно верно. Тоже можно расценивать, как голевой момент. Но здесь у Пеняева такое, то, что мы называем, да, стопроцентный голевой момент. Вот мы пока не видим, скажем, Миранчука в том контексте, в котором мы, допустим, ожидаем от него роль лидера. Ведь совершенно очевидно, что вот в этой бригаде сегодняшней он должен быть лидером по игре, правильно? Да. Тем более, эта позиция, связующая звездно между тремя полузащитниками и двумя нападающими, она должна быть у него максимально, он должен быть как бы с мячом. Вот, пожалуйста. Да, это Антви упал после передачи Мардишвили из глубины поля. Антви упал, и в результате Пеняев оказался, ну, да, один на один. Антви считается один из самых быстрых правых защитников в Армении. И вот то, как Пеняев от него улетел, говорит, отвечает на твой вопрос о возможностях Пеняева. О физических возможностях, скоростных прежде всего. Комано отобрал мяч и моментально делает передачу. Снова на Пеняева. Вот он, Антви. Посмотрите, как легко выходит из-под прессинга в Арарту. Да, вот где-то там не хватает, чтобы потом... И вот центральный полузащитник, опорный полузащитник, Иву, восьмой номер, посмотрите, как спокойно выходит из-под давления. А я к чему говорю? Мы же все-таки больше акцентируемся на Локомотиве. Видим ли мы вот таких эпизодов, чтобы Баринов выходил из-под давления? Вот вспомни за 20 минут. Ты помнишь эпизоды, чтобы Баринов столько же вышел из-под давления? Нет. Но дело не в Баринове. Дело в том, что Локомотив так не играет. То есть центральные защитники Локомотива, Кузьмичев и Макеев, не доставляют Баринову. Да, я хотел сказать, что у него шансов-то особенно. Нет, да, 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 да. Все, вот смотри, 20-ая минута. Вот такой максимально жесткий агрессивный прессинг, он обычно вот с этих минут начинает потихонечку тухнуть. Я думаю, где-то вот через 5-6 минут мы увидим то содержание игры, которое в принципе будет и в дальнейшем. Все, нету прессингового Локомотива. Устали немножко? Ну, конечно, устали. Дело в том, что устали, потому что Урарту выходит из-под давления. Вот мы сейчас видим мяч у опорника. Опорник, скажем, опорник-плеймекер. То есть опорник, который ведет игру в Иву. Восьмой номер. Кстати, очень качественный игрок. Вот сейчас именно через правый фланг, усилиями защитника Антви, Урарту атаковал и нарушение правил было зафиксировано. Надо думать, что подать сейчас будет штрафную. Ну, опять же, вот смотри, Володь, мы видим несколько подключений капитана левого защитника Жерара Маргаряна, да? Мы видели уже второе подключение очень активное Антви правого защитника. Сколько ты помнишь подключений крайних защитников Локомотива Митая и Нинахова? Нинахов пару раз подключился к правому флангу. Ну, два раза, да, два раза подключился. Ну, и Митая посмотрим, 19-летний футболист албанский. Не, они же не подключаются вов не потому, что они не могут или не хотят. Просто Локомотив очень мало контролирует мяч в позиционке. Отобрав мяч, очень быстро хотят провести атаку. Ну, не проводят позиционку. Ведь, чтобы крайний защитник подключился, нужно же хотя бы 4-5 секунд, чтобы он оказался высоко, выше линии мяча. Право есть Лантрат, мы слышали подсказку. Я, правда, есть информация идет, что у Локомотива очень, ну, по интервью игроков, как бы и так далее, я понимаю, что очень интенсивная нагрузка. Но, поверь мне, у Гунько, у Гунько, она не менее интенсивная. Я знаю, как он... Кстати, можно отметить его работу в Армении. И неспроста он сейчас идет на первом месте. И я думаю, что в чемпионат выиграет Гунько в этом году. Мы еще раз вам напоминаем, что билеты на матч 22 февраля, первый официальный матч в этом году, «Спартак», и можно уже билеты купить на сайте. У нас середина первого тайма. Что-нибудь удивительное? Ну, может быть, слегка удивившее есть за эти 23 минуты? Или все так, как и должно быть в подготовке? Нет, есть удивительное то, что... Отсутствие такой... Провалились. На самом деле, игроки Урарту не так эффективно обороняются. Допускают они и ошибки, и провалы, и достаточно рискуют много на своей половине поля. У Локомотива было достаточно моментов, чтобы довести свои атаки до ума, которые доставались им, в принципе, достаточно легко. В силу того, что Урарту не играет продольно, на выносах и так далее, а строит игру через короткий пас. И вот удивляет то, что целая группа таких игроков, Пеняев, Миранчук, Камано, ну, все-таки приличная группа, бригада, она не выглядит агрессивно. Я вот свою, как бы, как тренер, да, вот рассуждаю. Смотри, три центральных полузащитника – Баринов, Куликов, Марадишвили. Да. Вот тебе не кажется, вот, Володь, что в этой тройке один из игроков, одна из восьмерок, должна быть более креативной? А какая? Кто именно? Куликов или Марадишвили должен быть более? Ну, здесь мы… Не хочется навязывать, как бы, свое мнение. Ну, на мой взгляд… Ну, на мой взгляд… Просто мне этот парень нравится, Куликов. Он с высоким потенциалом, он очень организованный. Но если есть Марадишвили, то тогда, на мой взгляд, вместо Куликова должен быть более креативный игрок. Ну, например, тот же Миранчук. Ну, Марадишвили мы, в общем, в деле видим чаще. Другое дело, что это чаще в прессинге, но, тем не менее, мы его чаще просто… Он более заметен всего. Да. А вот у Баринова такая, получается, как бы, сегодня роль, он исключительно только… Он закрывает зоны, он постоянно страхующую позицию занимает, он делает огромный объем работы и поперек, и бокс-то-бокс. А что происходит на поле? Что Урарту так сильно напрягает, что… Вот давай игру Локомотива в сторону. Вот действия Баринова. Ну, он… Ты видишь, все время он в отборе находится. А что, Урарту столько атакует, что он в отборе находится столько? Тогда почему? А вот это на вопрос я продолжаю, что в этой тройке должен быть один более креативный игрок, который может придержать мяч. Ну, я как вариант, как бы, предложил, там, допустим, тот же Миранчук, да, в эту тройку составить. А, допустим, вместо Миранчука – Глушенков. Давайте посмотрим, как Локомотив будет обороняться при стандарте. Лантратов в стенку поставил Макарчан и, по-моему, это Казарян сейчас, шестой номер. И здесь же под восьмым номером Иву, который опорный. Ну, конечно, далековато, но пробить можно вполне. Но это под удар, видимо. Казарян пробил и в результате даже не то, чтобы в стенку, а попал в Нинахова. Лантратов. Интересно, а вот сейчас в составе Локомотива сколько воспитанников Локомотива играет? Вот сейчас мы видим, кстати, как Локомотив из-под прессинга выходит. Не бог весь как, Володь, выходит, я скажу тебе. Не бог весь как, очень неубедительно из-под прессинга. Прессингуют хорошо, а вот выходят из-под прессинга, неважно. Нинахов. Назад отдает передачу на Макеева. Видишь, постоянно Майрович, центральный нападающий, все время опекает... Баринова. Баринова, да. Поэтому Баринов как бы постоянно под давлением находится. Комано. И за него сейчас зацепился буквально Сергей Макарчан. Не получилось опять. Вот это вот все ребята воспитанники этого же клуба. Пилуян, Казарян, Макартычан, Григориан. Четыре человека. Большое достижение. Ну как бы для... Если Урарту станет чемпионом, да, иметь в составе... Это только в составе, да, а так в команде-то их под 10 человек где-то воспитанников этого клуба. Воспитанников Академии. Я это как бы в любой... Возможность в любом эфире как бы пытаюсь как-то донести, что... Ну не может же на всю Россию работать только Краснодар, да? Я все время говорю, ну что вы, Московские Академии, у вас же такие возможности. Вы берете, блин, элитных игроков со всей страны и так далее. Где ваши воспитанники, я не пойму, где они? Поляков с мячом. Быстро пытаются атаку выстроить футболисты Урарту. Нет, очень быстро не получается. Макарчан пошел на Макеева. Здесь же поучаствовал Марадишвили. Но выхода моментального у Локомотива не получилось. И Лока снова вынужден преодолевать сопротивление прессингующих игроков Урарту. Я думаю, что прошло 30 минут. Я думаю, что от такой схемы все-таки откажется Галактионов. Либо в пользу 4-2-3-1, либо в пользу 4-3-3. Классические, которые они играли в прошлый матч. Я этот клуб не выговорю, которому они проиграли. Даруф таксим. Джахор. Джахор, да. Но явно вот этот ромб, он никак не работает. Он в атаке не работает, этот ромб. И на самом деле, ведь чтобы этот ромб работал в атаке, нужно, чтобы... Вообще в ромбе на созидание, так как опорник перекрывается соперником, Барина в данном случае, на созидание огромную роль уделяется двум восьмеркам. То есть Марадишвили и Куликову. И мы опять возвращаемся к этой теме. То есть, опять же, чтобы играть ромбом, здесь один игрок должен уровня такого, как Миранчук быть в плане созидания. Чтобы знать, когда ускорить игру, когда придержать. И уметь под давлением действовать. Штрафной и первая желтая карточка в сегодняшнем матче. 31-я минута, 15 минут до перерыва. Такая по-прежнему неторопливая игра, в которой Локомотив вряд ли превосходит Урарту, хотя и вряд ли прямо уступает. Но сейчас с мячом побольше Урарту на чужой половине поля. На половине поля Локомотива. Поляков. Никого впереди не было. Урарту попробует еще раз. Тоже как-то неторопливо. Ну вот смотри, философия, опять же, тренерская. Вот с мячом Иву, да? Видишь, вот его плеймейкерские качества какие. Сколько мы видим за первый тайм. При равной игре, сколько мы видим от него созидания, да? И мы видим Баринова, да? То есть разный взгляд. Галактионов, Гунько. Разный взгляд на позицию опорника. У одного опорника ярко выраженный разрушитель, у другого ярко выраженный созидатель. Схемы приблизительно одинаковые. По смыслу по-своему. Ну мы, в общем, видим, что если там брать лучшие образцы, многие с успехом сочетают. Условный Амрабад в сборной Марокко, там при том, что был чудовищный разрушитель, но он и с мячом очень неплохо обращается. У него, кстати говоря, было очень много, я не говорю о качественных взаимодействиях коротких, да? Я говорю даже о том, что через дриблинг он на чемпионате мира много мяч вытаскивал. Очень много. То есть он действительно... Сегодня опорник – это баланс, минимум баланс. А во многих командах все-таки тренеры и даже стали как бы предпочтение этому дисбалансу в сторону атаки все-таки. Почему? Потому что опорник... Ты понимаешь, сегодня, если раньше опорник играл огромную роль в отборе, да, чудовищную роль, то сегодня мы понимаем, отбираем мы всей команды. И все эти функции вешать на опорника – это просто, ну, легкомысленно. А вот когда опорник у тебя хорош в созидании, это же дает какой ресурс тебе для вариативности атак? В свое время в Ювентусе, да, Пирло? Да. Такое новшество было по тем временам. Давайте мы еще раз посмотрим, как Мородишвили мяч отобрал, ну и потом последовало нарушение правил. Корпус Мородишвили поставил. Давай, давай, Серега! А вот, пожалуй, ой, это было достаточно жестко, потому что до последнего шел на этот мяч Сергей Пеняев. Вы слышали подсказку. Давай, давай, Серега. И столкновение игровое, но такое болезненное. Ну, здесь Пеняев, конечно, молочина. Очень самоотверженно. Весь вопрос в том, как он быстро отреагировал. И его способности, конечно, феноменальные в плане взрыва. Я думаю, что Казарян впервые в своей жизни, наверное, столкнулся с таким явлением, потому что он не предполагал, что игрок может так быстро покрыть расстояние. Ну, и самоотверженный он парень, конечно. Александр Витальевич, кстати, получил он сейчас желтую карточку. Я хотел спросить, но я допускаю, что не все наши зрители следят за чемпионатом Армении, но, тем не менее, а как вот можно оценить уровень лидера чемпионата Армении, с вашей точки зрения? Ну, Бурарту, да? Да, если мы про Урарту говорим. Ну, на мой взгляд, понятное дело, Володь, что чемпионат Армении, естественно, уступает и значительно уступает тому же РПЛ. Но, понимаешь, я смотрю, как бы, все равно от случая к случаю я чемпионат Армении смотрю. Достаточно мать. То есть я в теме. И плюс я там три года, почти около трех лет проработал. И я могу тебе сказать, что не случайные в Еврокубках успехи Алашкерта, где я работал, и вот в этом минувшем сезоне Пюник, где Егиши Меликян работает в успехе в Лиге конференции, они не случайны. И, на мой взгляд, что вот такой вот, допустим, клуб как Урарту, ну, я сказал, что здесь несколько, ну, половина команды основного состава нету сейчас в старте, да? Ну, допустим, вот эти команды, как Урарту, Пюник, Арарат Армения, вот три клуба я перечислил, ну, я думаю, что это вот наш РПЛ седьмое, восьмое, девятое место. То есть это достаточно приличный уровень, на мой взгляд. Опять Локомотив отправляется сейчас прессинговать. Нет, не получается. Тем не менее, не получается и Урарту быструю атаку снова через правый фланг организовать с очередным подключением на на Антве, хотя с мячом все-таки остаются армянские футболисты. Нет, потери не было с мячом, по-прежнему остаются футболисты Урарту, Казарян. Вот совершенно очевидно, что после перерыва Галактионов сделает ряд замен. Это совершенно очевидно. Прямо ряд сразу? Я думаю, ряд замен, да. Я думаю, ну, это не одна замена будет. На мой взгляд, минимум две замены напрашиваются. В какой линии? Ты знаешь, основной вопрос, будет ли он дальше продолжать в эту схему, которая, ну, скажем, плохо работает. Ну, откровенно, скажем, работает плохо эта схема. Она либо не отработана еще, времени понятно, что не было так качественно отработать. Но я думаю, что и схема, и функционал поменяются. Ну, мы совершенно не видим в игре Миранчука. Разве это уровень, как бы, его возможностей? Нет. Я не думаю, что парень не ходит, не желает, да? Это исключено. Он лидер сейчас, один из лидеров основных в локомотиве. Сейчас вот как бы общий план не вижу. Неужели просто вот, ну, напрашивается, как бы, по ходу игры, может быть, что-то поменять, формацию, да? Там, допустим, ну, я утрирую, да, там, перейти на 4-2-3-1 и под Камоно, допустим, поставить Миранчука. Ну, то есть, сыграть, ну, что-то такое доступное. Потому что, на мой взгляд, сборы, не сборы, вот, игру нужно рассматривать не как ты планируешь, а, ты же в чемпионате тоже же не можешь рассматривать игру, как ты планируешь. Даже Зенит не может так рассматривать игры. Ну, вот, ну, не идет. Ну, надо же что-то сделать, нужно же поменять. Ну, не можешь ты, допустим, в первом тайме по плану поменять игроков, поменяй формацию, да? Поменяй, ну, что-то нужно сделать. То есть, на мой взгляд, влияние на игру не ощущается со стороны главного тренера. Ну, не вижу я этого влияния. А ведь на сборах это сделать проще всего, да? Слышно тебя, ты можешь остановить, ты можешь позвать игроков, одного, группа, второго, третьего. Ну, нету ничего. На мой взгляд, локомотив провел очень блекло первый тайм. кого-нибудь или что-нибудь можно похвалить? Может быть, что-то все-таки. Ну, мы можем, смотри, вот при этом мы можем похвалить, допустим, самоотдачу Пеняева, да? Можем, однозначно. Он был агрессивен в атакующих действиях. Что-то Пеняеву можем зачет поставить, да? Мы можем сказать, ты посмотри, какой чудовищный объем работы сделал Марадишлили, да, ну, чудовищный просто объем работы. И сейчас видим, вот, в последние 10 минут уже он пытается в том числе и в атаку себя предложить. То есть, он что-то предпринимает, он ищет, он пытается повлиять на игру. Вот. Ты знаешь, в оборонительных действиях мы можем в актив занести игру Баринову в оборонительных, но в атакующих его не было. Пеняев назад сейчас отыгрывает на Макеева. Поляков. Поляков прессингует, Пеняев возвращается, нет, увидел, что снова игра пойдет через Лантратова. Пять минут осталось до окончания первого тайма. Команал. Пеняев снова совершает диагональное такое перемещение. Да, он на рыбке открывался, открывался здорово. Контроль здесь, Арман. По себе контроль. Локомотив с мячом. Подача не на хво. Поляков, а Поляков подтолкнул спину Макеев. Ну, совершенно необоснованно, согласись, да? Под таким давлением был Поляков. Никакой необходимости в этом фоле не было. как бы, никакого хладнокровия, спокойствия в этом эпизоде нет. Очень позитивное впечатление оставили центральные, все центральные полузащитники Урарту. Вот сейчас с мячом бразилец-жуниор, да? Иву и местный воспитанник, молодой парень Сергей Макартычан. Вот эта тройка, надо сказать, что она господствует сегодня на поле. Пусть игра приблизительно равная, но тройка центральных полузащитников Урарту господствует. Она доминирует. Вы сказали, что наверняка Галактионов будет что-то решать, что-то менять, как-то на игру влиять, и, возможно, уже в перерыве. Но а Урарту? Насколько Гунько может быть доволен тем, что его команда... Я думаю, что с учетом того, что, на мой взгляд, полсостава нет у основных игроков, я думаю, что он будет доволен содержанием первого тайма. Я, например, очень опасался, как выйдут из этого положения центральные защитники, молодые парни. но они вышли достойно, но надо задать вопрос. А какое давление на них Каману оказал по ходу первого тайма? Вопрос интересный. Да, чтобы ответ... Вообще, на любой ответ где-то категорично что-то говоришь, понятно. Я, как тренер, понимаю, что эти эпизоды надо пересматривать, глубоко анализировать. Но мы же комментируем, у нас на это времени нет. Вот. Поэтому в целом, я думаю, посмотри, какой шикарный прессинг в центральном блоке как раз от всех трех центральных полузащитников Урарту. И удар по воротам в завершение. Однозначно в плюс Урарка может занять. Не торопится Лантратов. Он опытный парень, он чувствует, что надо сходить на перерыв, пообщаться, отдохнуть, послушать тренера. Но я уверен, что будет либо либо ряд замен структура сохранится, либо поменяется структура у Локомотива. Игровая идея поменяется. Подытоживая, мы увидели равный первый тайм. Ну и мы не увидели сегодня большого количества созидательных, интересных действий у Локомотива в первом тайме. Но, в принципе, есть еще время. Был у Локомотива один момент, это когда Пеняев вышел один на один. Супер момент просто, который, к сожалению, для Локов не завершился забитым мячом. Это повтор предыдущего эпизода. Бегларян. Воспитание, кстати, Кубани краснодарской. Арсен, Бегларян. Вообще, много из России. Тот же Поляков, Олег, сколько играл России. Иву. Один он совсем. Вот только сейчас Баринов так обозначил движение ему навстречу. Марко Жюньор. Я бы сказал, на мой взгляд, Ура Артубу и ну, как бы по содержанию первого тайма все-таки превзошел Локомотив и своей осмысленностью, прежде всего, то есть количеством осмысленных действий в атаке. Ты понимаешь, знаешь, как можно судить о том, что все-таки превзошел. Ты видишь, у игроков Локомотива в концовке первого тайма нету сил ни на прессинг, ни на отбор, они спокойны, нету агрессии. То есть они больше набегались. А почему больше набегались? Те их больше ставили в те ситуации, где они делали в обороне рывки, рывки, рывки. И хороший как бы визуальный показатель это Баринов, который столько на рывку, атаковался в обороне. Столько обычно рывкуют, когда у соперника подавляющее преимущество, а не когда там минимальное. Первый тайм закончен. Локомотив у Рарто 0-0 забитых мячей нет. Понятно, что и болельщикам Локомотива хотелось бы большего, если говорить о содержании игры. Давайте мы сейчас немного отдохнем, вернемся и через 15 минут продолжим смотреть матч в ОК товарищеские межсезонные матчи наших клубов сегодня. Локомотив. Перерыв. летом локом «Сь невHH» и довольность «со рывок» Звучит музыка. Подходим, подходим, парни Подходим, подходим 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 Продолжение следует... 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 Ну вот, ты задал вопрос, а что, только позиция центрального нападающего, на ваш взгляд, беспокоит по локомотиву? Я сказал, да, это очевидно, да? Вот я сейчас скажу, что если играть вот в эту структуру с тремя центральными полузащитниками, Баринов, Марадишвили, то третьего не хватает, а еще раз повторюсь, игрока такого, ну, с таким потенциалом атакующих, как у Миранчука. Миранчука, я так понимаю, здесь Галактионов в этой позиции не хочет использовать, я понимаю почему, потому что она очень энергоемкая, энергозатратная, вот, но тогда, ну, тогда я выскажу свою точку зрения, что и вот еще одного игрока вот на этой позиции, еще одной восьмерки не хватает, которая может разогнать атаку, сыграть где-то индивидуально. Подбирает мяч, локомотив, нет, надолго не получилось. Макеев. Диагональный перевод Макеева в зону Антве и все, на этом все. Ты понимаешь, в чем дело, хотя бы, ну, можно это объяснить, можно объяснить загруженностью, можно, безусловно. Я не исключаю, что у локомотива очень насыщенный тренировочный процесс с серьезными энерготратами и на данный момент просто игроки, скажем, не могут взорваться, да. Да, но согласись, что в каком бы состоянии игроки не были, сейчас могли завидовать. Хороший момент. Это Наре Григоря, но... Нет, офсайда нет. Но он левша, с правой ноги пробил. Вот. Скажи, ты, кроме Пеняева в атаке, видишь вообще просто элемента на агрессию? Да, в общем, если говорить про агрессию, Мурдишвили пытается пробиться. Мурдишвили, согласен, есть агрессия. Хороший момент. Да, увидел касание, арбитр, то есть еще и угловой. Подача. Удар. Там по свободной зоне Кузьмичев хорошо сыграл. Еще один эпизод, но здесь похоже, что все-таки был офсайд. Офсайд-то был, но по-моему это Сергей Макарчан, нет? Но его никто не контролировал, вот в чем дело. Сейчас Лантратов выгонит, скажет, выгодите вы нас. Разыгрывать не будем. Потеря его с мячом выполнять передачу в район центрального круга. Там было падение, но с мячом остается по-прежнему Урарту. В общем, уже можно сказать, наверное, не совсем приятную вещь для Валешкова-Лукомотива. Сейчас преимущество Урарту. Совершенно верно. Более того, чувствуешь вот этот стиль Уиву, кажется, что не в полную силу игрок действует без максимальных усилий. Но это на самом деле не так. Просто очень техничный, умный, высокого интеллекта опорный полузащитник. Ну, я называю опорный полузащитник, он играет и шестерку, и восьмерку, и десятку может играть, и инсайда. Но, понимаешь, в чем дело? Как-то вот выглядит, вот он против центра полузащиты Локомотива, так, как будто бы это игрок лондонского Челси. Вот в чем вопрос. Понимаешь, да, куда клоню? Нет, но все равно болельщики, наверное, будут возражать, что все-таки встреча контрольная, межсезонья, и, наверное, там, только на результат упирать не стоит и так далее. В чем-то они будут правы? В чем-то будут правы, безусловно. Но, понимаешь, сейчас вот наступает, наверное, со следующей контрольной игры, Володь, я думаю, что, ну, уже можно как бы более строго судить игры. Я согласен, что даже если Локомотив вот так как бы и доиграет этот матч, таких далеко идущих выводов сделать нельзя. Но, понимаешь, когда вот эти вот такого содержания игра повторяется уже три матча подряд, все-таки, ну, можно как бы записать это себе на заметку. Почему? Потому что, ну, похоже на закономерность некую. Двойная замена у Локомотива сейчас готовится. Игнатьев на поле выйдет. Ну, это вместо Комано. И Щетинин выйдет на поле. Так, а Щетинин... Игнатьев вместо Комано. Тройная... О, Иглушенков. Нет, и Тикнезиан. Тикнезиан. Четверо. Ну, Тикнезиан, я так понимаю, что выходит вместо Митая? Тикнезиан вместо Митая. Совершенно верно. Мирадишвили тоже меняют. А Мирадишвили уходит. Щетинин туда выходит. Вот, Константин Мирадишвили уходит, вместо него выходит Щетинин. Вот. Баринов возле мяча. Комано остался на поле. Комано остался, перешел налево. Нам нужно посмотреть, Пеняев и Миранчук остались на поле кто-то из них. Кого-то из них должны были заменить. Покажите-ка нам весь план-то. Сейчас посмотрим, когда локомотив особенно обороняться будет. Тикнезиан на левом фланге. Это вот Щетинин как раз сейчас в борьбу вступил и нарушил правила. Ну, Щетинин вместо Мирадишвили вышел в центр. Мы не видим на поле Пеняева, по-моему, да? Комано здесь, Раков, разумеется, остался. Интересно, чем эта пауза обусловлена? Он Слуцкий. Джован Крикорович, Лаянс. Носилки там просят. Там, видимо, травма какая-то, да. Там, видимо, травма. И полчаса до окончания матча. Локомотив, ну, теперь обновился состав существенно у локомотива. Будем смотреть, как поменяется игра в связи с этим. Ну, на мой взгляд, Тикнезиан игрок основы. Это, на мой субъективный взгляд. Что касается Глушенкова, тоже, на мой взгляд, игрок основы. Ну, я думаю, что они это место отвоюют. Вот Дмитрий Кудряшов. Килограмма на полтора поправился по сравнению с игровой карьерой. То есть сейчас всего 120, наверное, где-то. Он работает в Урарту? Да, он в Урарту, он помощник Гунько. Ему помогают Гунько Дима Кудряшов и Коля Тюнин. Оба играли, кстати, у меня. Один в Хим, как другой в Луче, в Владивостоке. Кудряшов тогда с весом 96 килограмм, 94-96. Играл на позиции десятки. Абсолютно феномен, абсолютный феномен. То есть договаривались мы, что замена будет на 65-й минуте. И надо сказать, что я первый раз в жизни увидел, что человек с таким количеством лишнего веса может интенсивно играть 65 минут. Кто-то из игроков Урарту получил траву. Да, на колено лед привязали. Я даже... Там не было вроде, но мог упасть неудачно. Ну, мы не видели в ходе игрового эпизода. Повтора не было. Видно, да, серьезно. Такая серьезная пауза, да? Да. Ну, Урарту традиции прям одни и те же сотрудники много лет работают. Некоторые прям у истоков практические. Вот сейчас будет видно, что случилось. Вот бежит Щетинин. Ага, Сергей Макартычано подтолкнул Щетинин. Да, и, по-моему, тот упал. И он неудачно подскользнулся. Во время смены направлений, скорее, он его подтолкнул. И похоже, что колено поехало, да? Да. Он сразу схватился за колено. Колено ему зафиксировали. Ну, здесь со стороны Щетинина криминала никакого не было. Понятно, это нельзя расценивать даже как грубость. Стечение обстоятельств. Вот так-то. Ну, мы в любом случае, конечно, Сергею Макарчану только здоровья желаем, чтобы без серьезных повреждений. Ну, и мяч вернется. Там Тикнезян готовился подавать. Нам сейчас важно понять, кого поменял Глушенков. Я думаю, что все-таки Пеняева. Хотя вот мы так и не видели общий план команды, да? Ну, мы Локомотива не видели общий план. Но по логике понятно, что если Камано остался на поле, то, скорее всего, заменить должны были или Пеняева, или Миранчука. Очень большая пауза. И игру нам покажите. Да, мы возвращаемся. Еще раз всем, кто получает какие-то повреждения, желаем скорейшего здоровья и скорейшего возвращения на поле. Так, тут опять. Игнатьев занял позицию центрального нападающего, Камано – левого нападающего. У Глушенков, похоже, правый нападающий. Таким образом, на поле нету и Пеняева, и Миранчука. Да, то есть, вместо Пеняева и Миранчука Глушенков и Игнатьев. Ну, Игнатьев перешел на позицию центрального нападающего, Камано сместился влево. Все, мы теперь видим, теперь Локомотив перешел на классический 4-3-3. Ну, я вижу, что у Рарту тоже замены произошли. 20-й номер, в частности, это Артур Исраэлян. То есть, видимо, пока он вышел на замену, нам думали. Тоже воспитанник местной академии. 36-й Харитон Айвазян. Тоже воспитанник местной академии Харитон Айвазян. Он… О! И я вижу на поле Давида Хурцидзе. Тоже основной центральный полузащитник. 27-й номер у Рарту. Мы еще раз вам напоминаем, что 22-го февраля Локомотиву предстоит сыграть со Спартаком. Официальный матч, разумеется. Локомотив Спартак – это Кубок России. Покупайте билеты на сайте Локомотива. Ну и, кстати говоря, после этого будет ответный матч, а 4-го марта уже с Ростовом это чемпионат. Да. Отличный момент, но надо забивать. Вот в первом тайме идентичный момент был у Пеняева, у Локомотива. То есть провалилась линия обороны у Рарту, но, понимаешь, этот момент он создан не в результате давления, а в результате ошибок у Рарту при взаимодействии на своей половине поля. Кстати, здесь у Рарту глобальные замены произошли. и Карен Милканян вышел. То есть вообще здесь радикально все поменялись. Причем я так смотрю, что на позицию центрального нападающего вышел Харитон Айвазян, а он является по амплуа крайний центральный защитник. То есть не знаю, с чем это связано. Наверное, сегодня нету в обойме нападающих, хотя заявлен новый игрок Санога. Глушенков возле мяча, еще девятый Анарек Агасарян тоже. Инарек Агасарян, ага. Локомотив с мячом. Времени еще достаточно, потому что пауза была большая, минут пять добавят точно. У Локомотива будет время для того, чтобы забить. Посмотрим, как игра поменяется вот сейчас. Исраэлян. Быстрая передача вперед, на которую реагируют защитники Локомотива. Атик Низян. Щетинин отдает передачу назад. Ну и все довольно быстро меняется назад и с мячом снова оказывается Урар. Во взаимных постоянных переходах проходит игра. То есть каждая команда навязывает темп. Ну Урар как бы ключевые игроки тоже поменялись в центре. И Иву прежде всего, да, и Поляков, и бразилец Жуниор. Жуниор, да. Комано. Он с мячом. Есть навесная передача. Пробить можно. В своего попал. В Глушенкова попал Раков. Ну по крайней мере увидели атаку, увидели решение. Не, надо сказать, что вот сейчас 69-ая минута и в принципе у Локомотива сейчас есть все возможности для того, чтобы хотя бы инициативу прихватить. да, потому что ну как ни крути, сейчас на поле большая часть игроков у Рарту это воспитанники Академии, да, ну, понятно, они в команде, понятно, но некоторые как бы это глубокий резерв. Поэтому есть во всяком случае линия атаки Локомотива выглядит Глушенков, Игнатьев, Каманов. Близко к основному составу? Максимально близко, правильно? Линия полузащиты выглядит Баринов, Раков, Щетинин. Ну пусть Но Баринов то в любом случае. Баринов в любом случае, да, в любом случае. Шенков подает. Ну мы в защите и Текнизян там, и Макеев там, то есть не будет в защитниках. Смотрю центральных защитников Локомотив никого не меняет. Нет, ни Кузьмичев, ни Макеев. Значит, как бы на данный текущий момент эта пара как бы как основная рассматривается. Текнизян с правой ноги передачу сделал, дальше продолжает движение. Вот чем хорош Текнизян? Вот мы увидели, да, вот Текнизян вышел и постоянно внедряется вот туда, вот в структуру урарту. Другой вопрос, когда надо, когда не надо, это другой вопрос, но вопрос агрессии, и раз. Второе, его возможности двигательные, да, его особенности организма, его скоростно-силовые качества позволяют туда внедряться. Выходит Живоглядов, наверное, вместо Нинахова по позиции. И вот как раз центрального защитника Погоснов меняет Макеева. Кузьмичев остается теперь в паре с Погосновым и Нинахова меняет что-то меня заклинило, кого Нинахова поменял, правый защитник вышел. Живоглядов. Живоглядов, да. Ну, опять же, все равно же это же все игроки основного состава. Живоглядов, Тикнизян крайние защитники сейчас. Погоснов тоже достаточно часто стал играть в составе. Вот есть 20 минут у Локомотива. здесь независимо от того, кто как загружен, кто не загружен, здесь нужно иметь по игре преимущество и на мой взгляд, ну, какое-то неподавляющее, но ощутимое преимущество нужно иметь. Воплощенное хотя бы в моменты, да, в удары по воротам. один, 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 один. Но сейчас, по крайней мере, локомотив с мячом мы это видим. Много. Это, правда, не превращается в большое количество моментов. Тикнизян. Знаешь, вот Урарту практически весь состав поменял, вышли молодые парни и так же эффективно Володь прессингуют, да? Вот все-таки мало у нас в чемпионате таких противодействий возникает, чтобы вот 70-я минута шла, а такой жесткий прессинг продолжался, да, на постоянной основе. Конечно, локомотив сталкивается с проблемами, как бы времени не дают спокойно подумать, голову поднять не дают. Вот по передаче назад Максим сразу прессинг. Вперед на Игнатьева. Игнатьев пока и Глушенков пока без работы. Через Живоглядова на правом фланге. очень много брака и дач очень много. Слышишь, мы все время как футболисты подсказывают друг другу, но в принципе так все достаточно литературно. Литературно, да. Ну, кстати, Галактионов же ввел штрафы за мат, но не на поле, а вот вокруг поля, то есть в общении вне футбольного поля. А как это вообще? Ну, на базе, в столовой, то есть за мат, а если на поле там подсказывать, то более лаяль. Вы вводили когда-нибудь какие-нибудь штрафы за ругань? Нет. Нет? У меня и девушки ругались. Я вообще, честно говоря, противник штрафных санкций любых, любого формата. И за это всегда, ну, часто бывало с руководством какие-то вопросы, потому что, ну, я считаю, не знаю, это может быть немножко как-то пафосно звучит, я считаю, что если я, как главный тренер, не могу настоять на своих принципах каких-то, то для меня воплощать их через штрафы это унизительно. Ну, а если попадается какой-то особенно тяжелый человек, вот же такой футболист нужный, хороший, но человек тяжелый. человек тяжелый. Но надо сказать, что с человеком тяжелым всегда нужно немножко переобуться. Вот я правильно именно подобрал глагол именно переобуться, потому что если ты с тяжелым человеком так называемым будешь придерживаться тех принципов, которым ты, ну, скажем так, со всеми, ты, ну, не получится ничего. Тебе не получится его, ведь смысл какой? Его лучшие качества использовать и более-менее его адаптировать к коммуникации. да, да, потому что тяжелый человек, это, как правило, он пытается испортить отношения не только с тобой, но и с партнерами. Дело даже не в том, что тяжело там общаться тебе с ним как к главному тренеру. Вот с такими ребятами в любом случае. И ты понимаешь, что все равно тебе вот нужно вместе работать, да? У тебя нету возможности его убрать, выгнать. Тогда что делать? Если ты его сажаешь на банку, ну, это, это просто бомба замедленного действия. Гол. Локомотив забил мяч, мне показалось, что, честно говоря, через рикошет. Это Глушенков прорвался по правому флангу, он вообще делал передачу на Игнатьева. Коснулся Игнатьев, но вроде Игнатьева поздравляют. Ну, безусловно, Глушенков должен же был как-то взорвать эту ситуацию. Кстати, это у нас Щетинин протащил и Глушенков вырезал эту передачу. А замыкал ли Игнатьев или пропустил? Вот, честно говоря, было непонятно. Но я думаю, что в любом случае кто бы не забил, как комбинация в целом? Ну, какая это комбинация? Там вариант быстрой атаки без комбинации, да, контрпрессинг, да. Понимаешь, я не вижу комбинации вот в позиционной атаке. Вот даже средний блок. Мячом владеет локомотив. Мы провели комбинацию, завершили ударом-поворотом. Не голевым моментом, просто ударом-поворотом. Это абсолютно нормальное явление. Сейчас у Урарту молодежный состав на поле. Естественно, что эти парни, они должны были где-то ошибиться. Возможно, еще они ошибутся. но это не умаляет заслуг Щетинина и особенно сам себе забил. Эрик Пилаян сам себе забил. Давай по стенке, по стенке, Бара, по стенке. Но дело в том, что там замыкал Игнатия. Игнатия, да, если бы он не дотянулся, скорее всего, дотянулся бы Игнатия. Кама! В любом случае, Локомотив эту игру себе в актив занести никак не может. Никак. Это было все-таки такое никакой легкости в атакующих действиях, а смысленности, легкости, комбинаторики так называемой нету. Калантратов мяч выронил. А, по-моему, замена вратаря произошла. Это Худяков? Худяков, да. Худяков. появился молодой вратарь совсем, 19 лет. не, у локомотива есть ресурс, есть люди, у Галактионова есть время. Мы сейчас видим в среднем блоке локомотив встречает, не выбрасывается, то есть пытается как бы вот на контрпрессинге поймать. И действительно, как бы, вот, наверное, эта тактика оправдана, потому что локомотив нет-нет во втором тайме много, много моментов без всякого прессинга. В центральной зоне, перехватив мячи, проводили быстрые атаки. На правый фланг Кавано. Технизян. Урарту уже все от них не видим таких шостких каких-то. Я думаю, еще минут 15 играть. Минут 15, пауза большая была, да. Технизян урарту попрессингал немножко, но и в результате нарушение правил. Камано по ногам досталось. Ну, ты знаешь, хотел сказать, что Щетинин не только вот по этому этапу, что он на замену вышел, вот и прошлый матч, вот неплохое впечатление оставляет Щетинин. Вот Щетинин, мне кажется, вот в этой позиции все равно Галактионов играет, вот пытается все равно. опорник и две восьмерки, вот здорово, как Глушенков. Передача справа, фланга, ух, даже удар через себя. Все равно Глушенков выходит на поле, сразу идет давление, сразу идет обострение. Почему? Потому что появляются эпизоды, где он один в один обыгрывает, где он обостряет. Он нестандартный игрок, острый, острый и нестандартный. Он агрессивен в любом состоянии. Но так вот, то, что тему мы обсуждали, вот как раз на эту роль Щетинин мне показался более таким сбалансированным игроком. И в атаку, и в оборону. Потому что здесь позиция предусматривает умение все-таки созидать. нам еще раз показывают, как Щетинин боролся на левом фланге. А теперь показывают, как Локомотив с мячом на своей половине поля обращается. Очень простой эпизод был для Игнатьева, чтобы сохранить мяч. Честно говоря, самоотдача этих ребят Сурарту она запредельная. Мы видим. Такая выходящая за рамки, да, вот там мы играли самоотдачей. Я думаю, мотивация хорошая, сыграть с топовым российским клубом, она запредельная, никого здесь настраивать не надо, все отдались по максимуму. Но и в любом случае надо отметить здесь работу Гунько, потому что просто не получится отдаться, это нужно хорошо быть готовыми. Потеряли мяч и не смогли футболистов Локомотива сразу выйти, но правда здесь было нарушение правил. Игнатьева сбили. Кстати говоря, ну когда мы говорили о позиции девятки, мы же прежде всего имеем ввиду на этой позиции наверное Игнатьева прежде всего, потому что Камано это все-таки. Так, вот пожалуйста. Это Конти, аргентинский защитник, появляется под 30-м номером. Он вместо Кузьмичева. Посмотрим. и кроме того, еще одно изменение в линии атаки. Я так понимаю, вместо Камано, да? Да. Вместо Камано 14-й номер, да? У меня в протоколе нет. Нету в протоколе 14-го номера. Ну а сейчас разберемся. Кто-то из молодежи. играть с ним, играть с ним. Не даже свернуться. Хорош, дави, дави, дави. Браво, тихи. Отобрали опять мяч футболиста локомотива. Горишь, шаг, шаг, шаг. Шерсть, позиция, тихи. Ход, ход. Сзади. Прессинковать в принципе времени наверное еще хватит. Продвижение вперед по правому флангу. в среднем блоке локомотив висит. Видно уже длительное время так строит отбор без всякого удергивания в прессе. и как следствие естественно что Урарту в такой ситуации очень много владеет мячом. Возможно без продвижения, но меняю фланги постоянно. Велканян не бросайся. Мы услышали и спокойно доиграли этот эпизод примерно за 10 минут до конца матча, за 4 минут до конца основного времени сколько добавлено пока не знали. Двоем вдвоем вдвоем дави дави хорош Ну вот что мы можем отметить допустим у локомотива я думаю ну это понятно самоотдача тоже запредельная да но в плане самоотдачи мы здесь упрекнуть никого не можем хотя я думаю что такие вещи это ненормально что вообще мы отмечаем да что касается там самоотдачи ну что тоже надо отметить ну да да я как бы вообще считаю ну так знаешь это дурным тоном когда приходится отмечать самоотдачу я например ну как бы не вижу в этом какой-то логики потому что ну а какая она должна быть вообще самоотдача собственно говоря это же наше любимое дело да страсть страсть без самоотдачи она может быть страстью вряд ли да но те князян все-таки очень активно интерпретирует вот позицию левого защитника огромное количество подключений в атаку атаку глушенков очень легко потерял мяч но глушенков явно видно что форму не набрал по-моему по-моему он из породы игроков которые любят больше играть чем тренироваться это это хорошо это хорошо это как правило творцы такие не бывает с формой вот таких творцов проблемы бывает но но как правило эта порода игроков настолько выхолачивает себя в игре что этого до более чем достаточно чтобы не просто поддерживать форму но даже и улучшать какие-то этапы и раздается свисток который означает что сейчас урарту по всей видимости получит право на штрафной это сабуа заработал нет нет значит оффсайд был уряков оффсайда здесь точно не было я честно говоря даже затрудняюсь что было может рукой отмахнул скорее всего сабуа фолдал мяч снова перехватывают футболиста урарту я так понимаю там урарту появился 35 номер это новый игрок кариока да да вот он левый защитник джоба все время игнатьев после каждого единоборства разводит руками уязвим при игре спиной не держит борьбу при игре спиной в принципе достаточно атлетичный парень так легко продавливается нападающий нападающий все-таки должен по этим продольным передачам хотя бы через раз цепляться но ему по-моему уже пятый раз дают он теряет прям такое приличное владение мячом урарту по-моему это вышел под 14 номером Кирилл Никишин молодой нападающий просто он раньше выходил под 81 но я просто сейчас исключительно просто мне кажется что это он и в общем-то 90 минут истекли уже 1-0 локомотив выигрывает а как здорово сыграл Глушенков ну вот пожалуйста вот вот тут этим эпизодом он показывает как он делает разницу да как он делает разницу не в игре даже твоей против соперника а как он делает разницу по сравнению с конкурентом на своей позиции предположим это тот момент когда он создал этот момент и за счет дриблинга и за счет взаимодействия и за счет агрессии для меня совершенно очевидно что он будет игрок стартового состава автор и за счет совсем немного времени осталось так общее давайте подведем итог того что мы сегодня но давай мы все-таки больше степени на локомотив будем опираться да значит что у локомотива не не получилось мы берем атакующие действия вот это тройка центральных полузащитников где баринов опорник и есть две восьмерки она пока в атаке работает невнятно она очень здорово работает вообще это в обороне вся эта формация и 4-3-3 то что применял локомотив в предыдущем матче и сегодня первый тайм когда ну скажем эти 4-3-3 трансформировались в 4-3-1-2 где Миранчук занимал позицию под Пеняевым и Камано вот то есть это первое основное что в атаке эта тройка не работает и думаю что галоктивонов будет сейчас искать в этой тройке кто-то один выпадает то есть он недостаточно дает креатива в атаке прежде всего второй момент это позиция центрального нападающего Камано пока выглядит неубедительно в этой позиции хотя я не исключаю что он туда ну по всем как бы по всем параметрам он должен подойти туда да вот Игнатьев вот сейчас весь тайм смотрю и вижу что ну не впечатляет особенно слабой игрой спиной вообще никак ну вот вижу вот это вот два ключевых момента так же думаю так же думаю что вот эта пара центральных защитников Кузьмичев и Макеев которая пока на постоянной основе выходит со старта там тоже идет поиск тренеров что ну оптимальный кто в этой паре вообще есть игрок оптимальный и вот сейчас приехал я забыл фамилию на замену вышел центральный защитник Конти да ну то есть здесь какой у локомотива еще выбор знаю там Мампаси да да вот кстати ну неплохой защитник да там бывает провалы но вообще в целом но ключевой момент это в этой тройке не работает атака в тройке центральных полузащитников и центральный нападающий вот это основное то что бросилось в глаза по итогам трех третьего матча который я смотрю локомотив по самоотдаче вопросов нету то что игроки быстрые собрались в локомотиве способные на интенсивную игру вопросов нету по прессингу вопросов нету вот структуре оборонительных действий вопросов нету и в индивидуальные ошибки это понятно они есть и будут вот ну вопрос я так понимаю основной волок вот готов ли локомотив решать эту сложную задачу которая перед ней стоит вот если завтра игры начнутся пока не готов через месяц думаю что есть ресурс есть для этого раздается свисток и так локомотив провел товарищеский матч с командой ура рту и выиграл со счетом 1-0 там единственным я считал результатом это был автогол но на самом деле это не так важно ну и вы уважаемые болельщики я думаю что главным образом болельщики локомотива делайте собственные выводы князян да как будто прям совсем тяжело тяжело но может быть действительно нагрузки были серьезные на тренировочных сборах футболисты локомотива знают мы вам еще раз напоминаем про то что билеты на матч локомотив спартак можно купить на сайте московского локомотива заходите покупайте вместе с вами сегодня футбол смотрели Александр Григорян и Владимир Стогниенко всего доброго смотрите око смотрите футбол до свидания до свидания